Начнем это видео сразу с благодарности нашим бустерам и людям, которые поддерживают цель ВКонтакте. Спасибо вам большое. Благодаря вам это видео доступно сейчас всем нам. Спасибо вам, друзья. Приступим. Итак, друзья. Всем привет. Всем привет. Это Комикс Братья. И мы начинаем... Саша Синетка. Да, да, да. Мы начинаем цикл наших... Таких подкастерных записей. Материалов. Мы решили пройтись по всем страницам первого комикса. Да, уделить внимание разным кадрам и рассказать о том. Разным аспектам. Да, как работалось над комиксом постранично. И самое интересное, что... Связано с комиксом. Мы задумали эту рубрику заранее, думали сделать все в картинках. Делать, не делать, да. Но тут мы посмотрели первую серию четвертого сезона «Остаться в живых» с комментариями. Моей любимой Ванжелин Лили и... Любимого Ирки Игоря Хорхе. 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 Он же как толстая Ванжелинка. Да. С кудряшками. И мы вдохновились и решили сделать для вас такие небольшие подкасты. Вот с такими страницами и показать, рассказать, как это было и когда это было самое забавное. И что для нас вообще представляет эта работа и путь по созданию комиксов. С одной стороны, мы боимся говорить, сколько мы времени потратили на это. Потому что мы знаем, что многие, что вы столько времени потратили на комикс. Но с другой стороны, мы понимаем, что это тот опыт, которого мы набрались. Да пошли вы. Его глупо им пренебрегать или бояться его и стесняться его. Просто бояться его и стесняться его. Для нас. Мы набрались его. Вы быстрее это сделаете тогда. И мы рады, что он у нас есть, потому что работа над вторым выпуском идет гораздо быстрее. И благодаря поддержке многих из вас, и это здорово. Чего быстрее не делайте. Вот это отличная поддержка. И да, ну я имел в виду поддержку, напустим. Давай перейдем к самой странице. И у меня есть страница, которая распечатана. У меня есть страница. Очень давно на ней есть пометки, и я только что ее намочила. Поэтому краска с ледными. Нет, у меня в руках мокрая была. Это люди подростки у меня и правда слюнивый дикот. Как к бульдогу. Что с этой страницы, как она изменилась? Потому что, друзья, сейчас перед нами и нарисована первая карандашная страница. И вот вы видите на экране готовую финишную страницу. Давай я ее чуть-чуть начнем сразу с первого кадра. Это как дополнительные материалы в конце DVD-диска. Да, сейчас плюра и диска. И это дополнительный материал в конце комикса. Что мы видим на первом кадре? Вообще первый кадр был для меня таким начальным. И был каким-то основательным, феноменальным. Потому что я старался нарисовать его очень кропотливо. Я пытался создать именно... На нашем старом компьютере. Знаете, такой экран у нас еще был, который такой большой. Все, кто родился в 2005 году, точно не знают о таких экранах, знают о плоских. Но это я не смотрю на... Ну да ладно. Мало ли. В каком... А, да. Я думал, надо сказать, сегодня 1 февраля 2020 года, друзья. Это важно. Возможно, вы смотрите или слушаете нас в далеком будущем, когда комикс «Счастливого конца света» стал очень суперпопулярным. Его раскупает, как только он поступает на прилавки. И в этот момент вы слушаете нас. Я, наверное, в этот момент где-то на яхте. Где-то на яхте. На своей воображаемой яхте. Живу в своем воображаемом доме. На яхте, которую выкинули на мусорку. Да. И, возвращаясь к кадрам, хотелось сделать... Ну, это был самый-самый первый опыт. Я помню, еще вдохновила Неддер эту работу, работы художника Бена Фике. Его такая мультяшная рисовка и красивая раска. Да, мы не раз об этом говорили. Да, и тут я пытался тоже создать такую атмосферу. Нужно было нарисовать офис. Мрачный, причем вечер. Парня со спины. Это было довольно непросто, потому что тогда я еще не рисовал. Внимание, это был 2012 год. В полный рост. Вот почему я сказал, какое сегодня число. Да, в полный рост. Тем более со спины. Хотелось нарисовать его правильно, а потом еще и раскрасить. И тогда Игорь только начинал свой путь художника. Да. И комиксиста. Он уже пробовал. Тогда он уже занимался веб-дизайном. Но это были первые шаги, когда он основательно решил, что он хочет быть иллюстратором. И мы решили, что мы будем делать этот комикс. Поэтому, возможно, некоторые из вас заметили, что первой страницы немного. Слава богу, немного. И это как раз благодаря твоим усилиям и стараниям немного отличается от последующей, от третьей и так далее. Да, и между ними большой промежуток времени, на самом-то деле. И, а вот смотрите, даже тут пометка 30-е, 12-го года. Это в преддверии Нового года, дальше вы видите, что зима, и он едет домой под новогоднюю музыку. И, несмотря на то, что тут пол кадра занимает текст, мы не знали, сколько еще он займет. И тут он еще увеличен, чтобы лучше читался здесь. На печатных станциях. За этим куском находится еще пол картинки, где расположена дверь. А вот передо мной есть набросок. А на нем вообще перед ним не стена, а вот такое вот офисное стекло с жалюзи. Тут даже написано на двери какой-то Ройенерс какой-то, а такое название фирмы, что-то в этом роде необычное. И парень сидит одиноко, вот такой атрибуты, мне кажется, уже стандартные. Лампа такая, хотя и пытался добавить креатива необычного что-то. И рамочка дальше заметить тоже необычная. Кстати, вот эта уменьшенная, просто копия следующего кадра. Давай, может, перейдем к тем кадрам нераскрашенным, посмотрим на них сейчас и потом вернемся снова к странице. Просто я еще хочу сказать, что здесь было по минимуму какой-то вот предметов. Такие основные атрибуты ручки, блокнотики. И я пытался больше сделать все так аккуратно, идеально. И тратил время на то, чтобы делать все вот так ровно. Не знал, как это все правильно показать быстрее и проще, как, например, знаю сейчас. Я просто помню, когда мы это делали, у нас был старый компьютер. Мы только потом со временем, через несколько лет смогли его обновить, позволить себе это. Когда мы рисовали, Игорь рисовал на старом компьютере, тогда мы делали файлы гигантскими. По крайней мере, сейчас это кажется, потому что тогда они грузились ужасно долго. Там просто смазка в смарт-объекте. Сделан в смарт-объекте и сейчас будет видно, потому что я сохранял отдельно смарт-объекты в отдельные PSD, потому что они много весили. И в сумме файл весил очень много, и на том маленьком экране, вы представляете, сколько времени было потрачено. Это уходило очень много времени, отчасти потому что мы задрали большую планку, к которой мы стремились делать. Как фильм, как мультфильм, чтобы было атмосферно. А с другой стороны, потому что у нас был ужасно тормозный компьютер, старый, но это было такое подспорье, начинать на чем-то. Поэтому, если у вас возникает вопрос, что нужно для начала комикса... И был шест у нас тоже был довольно старый. Да, такой древний. Но это было, и нас это не останавливало. Мы хотели это делать. И если вы думаете, с чего начать, главное это желание, непрошибаемое желание. Да, рисовать можно и на бумаге. Да, и второе, это компьютер неплохой. Это, чтобы продать. Если нет, то и на бумаге. Поэтому, если нет, то желание вполне может быть достаточно. Компьютер сейчас, я думаю, для многих не проблема. Он облегчает работать. Так что мы все-таки перейдем к этим самым смарт-объектам, покажем их и потом вернемся сюда. Ну, мы можем. Вот она была такая вся страница. Видите, тут дверь справа. И Игорь тогда перфекционистки это все прорисовывал. Ровными линиями это делал. Тратилось много времени. Махинации я брал инструмент перо в фотошопе. Обводил по контурам, по контуру заливался. Там есть такая функция, заливаешь настроенные кистью и получаешь вот такие. Меня еще смущало, что они такие ровные, но по-другому не получалось. Потому что все делалось так немного механично. И я прорисовывал, можно заметить, всякие петли, всякие узоры дерева. Потому что мне хотелось создать атмосферу. И в итоге что? В итоге вы видите, что не видно никаких дверей, никаких мелочей, ничего это не видно. И опять же к вопросу, чем мы занимались все это время. Мы учились, мы умнели. И что следует, что не следует. Ну и мы еще тогда планировали, что возможно мы будем использовать эти кадры для нашей анимашки. То есть тизера. В принципе использовали, но не совсем так. Да, вот видите, тут даже книги, ручки и так далее. На дверях петли. Все было продумано. Ужасно кропотливо проделано. Давай дальше. Не очень нужно. Это уже раскрашено. А ну там дальше есть, нет? Вот есть рука на портфеле. Ну то в следующий кадр. Мне кстати очень нравилось и до сих пор нравится, как ты нарисовал этот кадр с такого ракурса необычного. Да, необычного. Он такой маленький, к сожалению, там и не так виден, но он и раскрачиван очень круто. Мы его немножко подправили и чуть позже я скажу почему. Вот фотография, фотография тоже пытался сделать что-то нетривиальное и добавил на рамки вот такие вот выемки, чтобы было что-то вот не просто стандартное. И с раскраской тоже было немало мороки, потому что пытался опять же подражать. Бена фиге. Я не знал, как он это делает. Я тогда еще даже не пробовал раскрашивать. Я пробовал. Как я это понимал и на это уходило много времени. Вот это даже солнышко, мне кажется, это какое-то перенимание из работ крича бокс. То есть откуда-то то, что тебе нравится, ты перенимаешь, вставляешь свои работы. И это делает как-то работу приятнее, наверное. И вот опять же прорисовывал всякие дома. Небольшие, небольшие здесь есть отсылки. Это дом в стиле Симппсона. Да, они даже неосознанные получались. Хотелось сделать что-то в стиле вот таком иностранном домике. Ну, по крайней мере, мы так всегда видели комикс. Мы сразу говорили, а да, мы видим это что-то более в зарубежном стиле, но у нас не было такого стремления, а мы делаем на запад. Мы просто видели эту историю, и нам казалось, что она происходит, пусть не в американском городке, это другой мир совсем. И там просто она выглядит так. Да, потому что, в принципе, в Нидерландах практически так выглядят домики. Недавно посмотрели видео. И вот снег падает. Снег падает. Такие пометочки, Игорь. Ну, смотрите, каждая лампочка, Игорь прорисовывал каждую лампу. Вот нещик мне делать было на самом деле. Но на самом деле не так долго их прорисовывать. Прикинь, это видео попадет в прошлое, и ты его послушаешь, такой, ты чё? Ну, специально записываем для таких какого-то. Чтобы отправить в прошлое, да. И кто-то сейчас находится на такой стадии, как какими бы вы были в прошлом. И вот передо мной есть нарисована на бумаге страница. Она заранее была нарисована на бумаге, прежде чем обводить. И она отличается тем, что здесь некоторые кадры были подправлены. Допустим, кадр ниже, мы видим, где вот он справа, его руку, солнышко. Там было просто... Нарисован крупный план радиоприемника. Ну, это мы покажем, я думаю, это вы увидите. Но вот видите, кадр немножко другой. И как мы нередко говорим, мы в процессе... Внимание здесь и на песню, потому что мы хотели давать больше таких каких-то интересных моментов, связанных с музыкой, музыку как-то показывать в комиксе. Да, это новый год. Подарок. Подарок. Но ведь же мы тогда не столько, наверное, учитывали, что если мы все эти аспекты включаем, то что-то из этого будет теряться, если не рассматривать это прям вот так вблизи, как мы делаем сейчас. То есть, если прям вот раскладывая все по кадрикам и делать из этого вот тизер, как мы сделали, то это все в кадре, все это круто ложится, все это как в фильмовое воспринимается. А на странице в целом вы следите за текстом и только те, кому нравится, что мы нарисовали наши труды, наша история, позаботиться о том, чтобы посмотреть лишний раз каждый кадр и глубже погрузиться. Мы поняли и этому научились не с первой страницы, а в раскраске. Да, давай вернемся, мы не все еще рассказали по этим кадрам. Ты пройдешься. Ну, просто вот, возвращаясь к этому кадру, мы дорисовали здесь на портфеле ручку, потому что как-то мы выкладывали эту страницу на каком-то комиксном сайте, или что и написали. А как-то двояко, непонятно, что он делает, и что тут со штанами происходит. Мы объяснили, что это все-таки портфель, он ничего себе там не чешет. И решили, что стоит распечатанная версия вот здесь. Да, я себе сделал пометку. Которую я сейчас намочил. Ручку нарисовать. И опять же были проблемы с тем, чтобы нарисовать этот город. Фикова знает, как нарисовать города. Я тогда не рисовал города. Машину я смотрел, как рисовать, искал интернете. Я помню, как она четко смотрится. Такая атмосфера зимняя, прям зимняя-зимняя. В интернете всякие вот эти, как машины, рисуются пропорции, что оси идут параллельные. А сейчас по секрету вы можете взять машину и отвезти ее. Да. Чтобы было быстрее. Да. И никто не обратил это внимание на самом деле. Да. Провисовывали сики с ними. Ну, смотря как ты внутренности машины прорисовал. Это тоже было морокко. Тут столько всего надо было прорисовать. Я еще тогда не думал брать исходники. Исходники, да. Что-то подсматривал на фотографии и просто так, а мне понравилось это. Перерисуем, перерисуем это. Тут даже видно, какая FM-волна. Кстати, вот лицо его скетчевого варианта изменилось и стало более такое мультяшное, более в стилистике всего комикс. Да, и опять же возился с раскраской, чтобы эта одежда была похожа на какой-то материал, который там подходит. Опять же заморочился дальше. Мы пытались упростить раскраску, чтобы это было и быстрее, но мне кажется, круче стало смотреться без дополнительных этих светов, рефлексов, хотя там тоже есть свои приколы в освещении, да. Это даже у левого домика, вон с левого. Есть фонарики, да, на реки раскрашено. Ну, мне нравится, как эти страницы получились по-своему. Пусть ушло на них очень много времени, но со временем, я имею в виду, с прошедших с того дня, мы, кстати, чуть позже увидим, я скажу, когда были нарисованы эти кадры, потому что там где-то сохранилась дата точная, когда были нарисованы смарт-объекты, то есть каждый кадрик. И вы поймете, что несмотря на прошедшее время, они смотрятся круто, и меня радует, что мы потратили столько усилий, что они до сих пор смотрятся круто и свои бытия. Это знаешь, как есть мультфильмы, которые ты смотришь через время, и они не устаревают, потому что у них своя стилистика, мне кажется, у этих страниц, у комиксов тоже есть такая черта. Ну, да, здесь есть, мне кажется, это благодаря атмосфере. И вот здесь мы подбирали русский аналог какой-то новогодней песни, это песня «Дискотеки Авария». Да, в английской версии мы сразу целились и на английскую, и на русскую версию. У нас джингл-балл-рог, джингл-балл-рог, да. И вот следующий кадр, над которым пришлось повозиться, снег рисовать, снеговичка рисовать, как вы уже видели, как он выглядел не раскрашенный, здесь с фонариками совсем. Да, надо учитывать тоже, мы не сразу учитывали, что будут облачка вот эти, что они будут что-то перекрывать, и что эти зоны будут... Можно не нарисовать. Все важные, да. Вот, опять же, машину рисовал, свои сложности, чтобы показать внутри, будет ли просвечиваться стекло, не будет ли просвечиваться стекло. Конечно, аж проще нарисовать. Там закрасить черным, это тоже я понял не сразу. Черный хоть и думаешь, а, блин, как-то может непрофессионально, а, что там черное, что не могли детали нарисовать, ведь это машина, если доходила реализма... На целый реализм, ты понимаешь, что никто не обращает на это внимание. Ну и просто это не нужно, потому что людей не заметят, да. Это им не нужно знать, что в этой машине, и если вы не заметили, здесь с правой стороны есть следы, по крыше кто-то забирался, и если вы читали комикс, можно догадаться, что по крыше, в камин забирался. То есть, если вы смотрите эти комментарии, вы по-любому должны были уже прочитать. Да. Иначе дальше будет спойлер. Забирался мраглин, вот как Санта-Клаус, он собрался в трубу, здесь опять же рисовали следы, и... Даже я не обращал внимания. Здесь снеговичка, эти все сосульки прорисовывались, было слишком много реализма. Вот эти все лужи, на самом деле сейчас знаю, как проще нарисовать. И выглядело, что-то лучше. Да, выглядит лучше. Возился тоже с всякими крышами, объемами. Что тут еще? Свет от фар, свет от этих. Очень много всего рисовалось, еще и трудность была в разных поворотах показать, чтобы это смотрелось. И, в общем, было эффектно. Вот и тут всякие отражения, можете заметить, свет здесь красный, на нем красный, здесь рефлексы синие, здесь синие. А этот дверной замок рисовал? Ну, тут было очень дофига слоев. А это все вручение было? Ну, да, рисовалось одного цвета, потом сверху смотрел, а вот так красивее, это вот так не падает. Не, я имею в виду падающий снег. Ну, это дополнительная кисть, просто слоем отдельно рисовалось. Этот замок, я просто, рисуется то, что ты знаешь, и этот замок был похож на, по-моему, он похож на замок из нашей двери какой-то. И ручка вообще похожа, как будто бы это не входная дверь, по-моему, но вот она такая, мне понравилось, как она получилась. В принципе, понятно, что он открывает дверь, что и нужно было, и эта страница заканчивается на интриге, такой своеобразной. Дальше. Да, что будет за дверью, ведь все пока так хорошо начинается. Давай я покажу сейчас все-таки те мини-кадры, и почему я их показываю, потому что, обратите внимание, 23.01.2013. Это, это может быть, редакция даже была? Да, это может быть, была даже редакция. Давай найдем более старый кадр. Вот, смотрите, 19 декабря 2012 года. Это тогда мы, по-моему, под Новый год смогли засесть. 20 число, это уже в 13-м было. Ну, на самом деле, самая-самая первая работа, она происходила еще во время учебы, я сидел на парах, у меня, ну, такой самодельный скидвук. В августе саму идею комикса Игорь предложил, и мы начали ее разрабатывать, и что-то начало появляться в, подожди, в июле, по-моему, идея, и в августе она начала появляться. Поэтому, когда нас спрашивают, когда официальный день рождения комикса, мы говорим, ага, фиг мы помним. Да, просто я, когда рисовал, у меня был вот такой самодельный скетчбук из листов А4, я их степлером склеивал, и я делал первые пометки на листах, которые, кадры, которые я видел, и самые первые пометки были как раз не на первых страницах, а, по-моему, со второй, вы увидите там, где Мраклин стоит у камина, и, в общем, это был просто разноброс. Кадры, которые я видел, я зарисовывал, пытался из них составить страницы, и это были первые попытки вот нарисовать что-то похожее на комикс. И у меня есть пометки на листе по поводу того, что тут добавить, допустим, тут пар изо рта добавить, ауди будет серым, вот эти... Мы уделяли деталям очень много внимания, мы и сейчас уделяем им внимание, но на первых парах это делалось. Не, чтобы, а, вот я это забуду, нужно... Ну и сейчас ты кучу караклей, пишешь около каждой картинки. Ну, да. Ну, это этап доработки и добавления каких-то деталей. Ну, что мне держать в голове? Ну, вот опять же, возвращаясь к тому периоду времени, мне кажется, это один из важных аспектов, которые стоит обсудить в этой странице. Видите, мы начали все в 2012 году, и... Это первые страницы, когда мы сразу засели их и сделали. И думали тогда на тот момент, что мы все нарисуем за три месяца. Технически это можно было бы сделать, если бы у нас были возможности этим заниматься конкретно. У нас был опыт заниматься этим. Или если бы мы не задирали планку так высоко. Но я рад, что мы ее задрали высоко, и... Ну, это было в нашей природе, наверное, отчасти такой перфекционистский подход, на который ушло немало времени. Мы учились, мы жили, мы работали. И когда, наконец, достигли того момента, когда мы смогли снова сесть за комикс и нарисовать его полностью. Продолжить. Да. И заметьте, что я хочу обратить на это внимание, что, несмотря на все эти годы, мы ни разу не отказывались от этой идеи. Она настолько была интересной, настолько слой за слоем обрастал этот скелет своей кожей, своими дополнительными идеями... Какая красивая метафора. Да. Мы придумывали дополнительные истории, сделали историю намного насыщенней, продумали персонажей, продумали путь, который им предстоит. Потому что это не просто история. Это очень важная для нас история. И в ней немало тем, которые мы хотим затронуть, касающиеся и всего мира, и концов света. Ну и, безусловно, здесь немало юмора, а он требует мысли и времени. Но над следующими выпусками мы уже, благодаря набранному опыту, благодаря этим годам, мы сможем делать их быстрее. И все благодаря этому времени. Ну вот как выглядит страница. Нарисованная... Изначально. Раскадровочная, видите, тут это, если называть ее раскадровкой, то она была довольно детальной такой. По меркам, вот Игорины пометки. Справа, слева. Пар изо рта. Золотой гонг-часы. Который... Что тут тыр-тыр? Да, это, в смысле, он использует... А, тю-тю? Да. Вот небритый он ключ. Нажимает на кнопки, а там он ручку двигает. Крайд Джингл Беллс. Типа, да. Тут тоже были проблемы с тем, чтобы нарисовать правильно руки. Снеды... Тут были снеды... Машина... То есть практически она была похожа. Машину меньше... Подогнать размер. Просто вон, по сравнению с человечком, она большая была. Вот так изначально, тут даже ракурно другой страницы. Да, вот мы тоже помечали, как тут выглядеть облака, но в итоге они выглядели больше. Да, то есть это лучше делать уже, когда на компе, и смотреть, насколько текст... Ну, тут тоже по размерам подходит. Так что не забудьте определиться с размером текста. Напечатайте лучше страницы, чтобы посмотреть, насколько текст маленький. Что ж, друзья, на этом все. Это такой... Первая страница. Разбор первой страницы, наши... Дополнительные... Мелоколичные воспоминания. Все, спасибо, и до следующего такого... От подкаста. Счастливо у конца света. Счастливо у конца света.